Микс Ньюс. У нас гости в эфире сегодня, уважаемые радиослушатели, я сразу напомню, телефоны прямого эфира, можете задавать вопросы, звонить и участвовать. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. А в гостях у нас сегодня велончелистка Ирина Валикжаина. Здравствуйте. Доброе утро, уважаемые гости. Ну, я понимаю, что вас можно поздравить. То есть, был долгий период, мне кажется, беспрецедентный период такого творческого, ну, не скажу простое, потому что я понимаю, что все музыканты, конечно, репетировали, занимались на дому, но не было возможности выступать публично, давать концерты. И сейчас, завтра, 27-го, будет первый концерт, вот ощущение, что вас ждет. Да, да, ну, 3,5 месяца было, ну, действительно, молчание, естественно, творческий процесс, он не остановился, но, да, мы очень ждали этого момента, когда, наконец, разрешат эти живые, именно живые концерты, пусть пока небольшое количество слушателей, всего лишь там, завтра разрешено всего 80 человек, но, тем не менее, очень мы ждали, очень готовились, и, безусловно, это волнительно, потому что, ну, одно дело, когда ты сидишь и дома, или там с коллегой, репетируешь, да, и тут, наконец, мы можем поделиться этой музыкой в живом концерте, и мы, конечно, очень ждем, и я думаю, что это будет праздник, как для нас, так и для слушателей. Зал полон, или все-таки еще остерегаются зрители? Конечно, будут обязательно все предостережения, которые необходимы, эти два метра, и поэтому, да, все, как требуется, предписано, и поэтому количество, конечно же, в церковь англиканская, концерт будет в англиканской церкви, может вместить большее количество слушателей, но мы вынуждены ограничить 80 слушателями, поэтому желательно заранее позаботиться о билете. Вы ведь в дистанционном формате продолжали давать концерты? Да, у нас было два концерта онлайн, это был такой тоже абсолютно для нас новый опыт, конечно же, это раньше существовали и радиоконцерты, да, то есть это нельзя сказать, что это совсем с нуля что-то такое изобретенное, да, но тем не менее, я считаю, что это отличается от просто записи в Ютубе, то есть это были какие-то, ну, очень необычные ощущения, ты понимаешь, что ты сидишь и играешь здесь и сейчас, но слушателей нет, они где-то там, аплодисментов нет. И поэтому было непросто, но в то же время, потом уже, когда мы закончили, открыли интернет, прочитали Фейсбук и поняли, что людям было это тоже важно, услышать и программу, которую мы тогда выбирали, это был и бах, ну, то есть такая музыка не для развлечения, скажем, такого прямого, да. Ну, можно ли назвать этот опыт таким обогащающим для вас, как для исполнителя? Или это скорее такая вынужденная мера была? Ну, для меня, наверное, скорее как вынужденная, все-таки мы продолжали заниматься, да, и хотелось вынести, потому что, ну, тоже такой процесс, да, когда есть цель, всегда работается лучше, да, ищет поиск, какой-то график свой составит, да, и когда поступали это предложение от Елены, организаторов, мы, конечно же, с большим удовольствием соглашались, и опять же, была вот, когда был совсем вот еще карантин, мы могли прийти в церковь, порепетировать на живом органе, да, с живым органом, поэтому это была, скажем так, поддерживающая мера для нашего… А церковь была закрыта вообще, то есть для… Да, да, полностью был закрыт, и концерт проходил, то есть были только оператор, звукорежиссер, и мы втроем плюс ассистент, кто… ну, поэтому, да, никаких слушателей, даже наших родственников не было. А вам этого контакта не хватало живого непосредственно со зрителем, слушателем? Конечно, да, потому что искусство – это, ну, все-таки это живой процесс, да, то есть благодаря записям, которые в 20 веке стали возможными, да, конечно, мы можем услышать в Ютубе бесконечное количество записей, гениальных, уже ушедших исполнителей, да, но, конечно же, это живое искусство. То есть вот мы вчера пришли в церковь, и вот этот живой орган, этот виолончель, когда ты можешь управлять акустикой, ты можешь, ну, что-то такое создавать сиюминутное, здесь и сейчас, пускай даже где-то там с неточностями и прочим, да, то есть это именно живое исполнение, поэтому я всех призываю приходить, пока есть возможность. Как раз классическая музыка, мне кажется, отличается вот именно от того, что есть популярная музыка, где все мелодии на одном, ну, вот на одном уровне и звуковом идут, а именно в классике перепады вот от каких-то тихих моментов, то есть вот только… Динамика, да. Да, то есть можно услышать, наверное, только в живом исполнении, потому что теряется очень многое в записи там. Можно ли изобразить пиано и форта дистанционно? Ну, конечно же, можно, да, но это… Сейчас записи бывают такие, что там просто выверяется все, да, как ты хочешь, да, вплоть до того, что если ты сыграл фальшивую ноту, тебе ее подтянут и будет чисто, да, но живое исполнение – это какая-то такая энергия, я думаю, прежде всего, да, вот этот обмен. Потом, когда мы играем вдвоем, вот завтра мы будем играть две сонаты баха для виолы да гамбо и клавира, ну, в нашем случае для виолончели и органа. И это диалог между двумя людьми. Ну, можно записать его как, да, либо вот как мы сейчас говорим вживую, да, что-то здесь, что-то так. То есть это все время какой-то новый результат, когда ты на концерте, да, и особенно на концерте это некое волнение, когда слушатели рядом. Это сложно объяснить словами, но иногда вот, например, возникает, что ты играешь и понимаешь, что тебя слушают, и возникает некое такое напряжение. И от этого, да, вот тогда искусство трогает, трогает сердца, да, то есть вот когда ты именно выходишь наполненным, вдохновленным с концерта. Ну, и ощущения после, наверное, другие также. Ну, это безусловно, да, конечно, другие, когда, ну, это некая эйфория, да, возникает после, когда, если чего, что-то удачно, конечно, с музыкой более серьезно, и это сложнее испытать, потому что всегда остается что-то, с чем ты был недоволен, и все, что можно... А что ж такое, может быть, чем недоволен артист? Ну, это бесконечные поиски, да, то есть музыка баха, это какие-то... Самокопание, наверное, в том числе. Ну, можно сравнить, да, то есть тут в процессе даже игры на сцене понимаешь, что вот я заметил еще какую-то... Нюанс. ...тему, да, и понял, что, ну, вот в следующий раз надо будет еще отработать, еще что-то, и вот мы с Леной как раз когда разрешили уже встречаться, мы начали у нее дома прорабатывать эти сонаты, и каждый раз удивляемся, вот, ну, обычно все быстрее проходит, то есть вот концерт, вот там сколько-то репетиций вышли, а тут мы уже, ну, вот неделя, вторая, там, третья, копаем, мы говорим, ну, еще что-то нашли, еще что-то нашли, то есть это действительно бесконечный процесс, и про вот мелодии, да, то есть вот эта полифоническая музыка, там же вот три голоса, которые... Они все важны, то есть это не как вот дальше музыка развивалась и была мелодия и аккомпанемент, мы всегда слышим мелодию, а гармония идет, а тут три голоса, и вот когда ты начинаешь настраивать свою голову, мозг, да, уши, что ты начинаешь слышать все эти три голоса одновременно, и они составляют, ну, очень красивое звучание в каждую секунду, и это, конечно, поистине бесценный процесс, и я думаю, что слушатели тоже это смогут услышать, потому что орган дает эту возможность, потому что Лена два голоса может играть разными регистрами, и поэтому это... За двоих, короче говоря, за наоборот... Да, она работает за двоих, а я третий голос, и тогда получается, что вот эти три голоса, три линии, они звучат одновременно и развиваются, и вот это, я думаю, что будет интересно послушать. Если еще говорить об ощущениях после, вот у нас Людмила Улицкая, писательница, была однажды в студии, она как раз говорила о том, что после каждой, после написания каждой книги, она как будто умирает, вот такое ощущение есть. Ну, это такая усталость, может быть, смертельная усталость возникает у вас после исполнения? Это бывает не в момент, когда вот мы вышли со сцены, это какой-то такой послепроцесс, то есть несколько дней или, может быть, недель, зависит от того, насколько сильно вот этот выплеск происходит эмоциональный или какой-то, да, то есть когда мы играем, мы все-таки вкладываем очень большое напряжение. И да, и после этого хочется некой тишины, молчания, и хорошо, что если нет после этого сразу через неделю еще одного концерта с другой программой, который нужно опять вкладываться, да, то есть некий такой труд. А до этого вот нет ли, потому что говорила, по-моему, тоже одна из знаменитых актрис, что она за неделю до того, как она играет в театре определенную роль, у нее портится характер, к ней невозможно подойти, то есть она уже вот в этой роли и все. Ну, у меня бывает, да, то есть когда я вот понимаю, что вот завтра концерт, а еще как-то вот неуверенно и начинается, да, не то что портится, то есть полностью уходишь в это, начинаешь думать, пропевать все время, там, ну, понятно, работать с инструментом. Пропевать это как? А вот так вот, она не выключается в голове, вот ты идешь, едешь в троллейбусе, автобусе, начинаешь, ага, вот как эту фразу сыграть, а вот тут, наверное, вот так, ага, еще какая-то идея. Нет, вот или, может быть, работа с записями, то есть мы всегда записываем наши репетиции, потом отслушиваешь и понимаешь, ну, как профессор себе, да, нет, вот это плохо, тут надо поискать еще, здесь вот что-то еще, мы разошлись и так далее. То есть бесконечная концентрация такая на том, что будет. И вот карантин в этом смысле удивительное время, потому что это, ну, с одной стороны, ну, что такое 3,5 месяца в нашей жизни, ну, это немного, да, но в то же время дало возможность остановиться и немножко более тщательно, наверное, так посмотреть на то, что делаешь. То есть какие-то выводы, возможно, сделать для себя. Ну, выбрать музыку, которая важна для тебя сейчас играть, почему мы выбрали эпоху барокко, да, то есть орган, это, ну, в первую очередь, ассоциация с эпохой барокко, или она будет играть, ну, просто потрясающую прелюдию и фугу, ре, мажор, баха, и это, сразу скажу, в англиканской церкви всегда производит впечатление, потому что там видно работу ногами органиста, да, и там, ну, такая партия ног, что... Футболист позавидует. Ну, я вчера была на репетиции, слушала, да, даже меня, когда я уже столько раз это слушала, но действительно музыка потрясающая, и, соответственно, англиканская церковь добавляет эффект еще, да, и, да, и я вот выбрала, то есть, когда я поняла, ну, честно признаться, сначала было некое такое ощущение, ну, апатии и прострации, потому что, ну, не понимаешь, вот у тебя отменился концерт, вот у тебя в России тоже отменился концерт, все, ничего нет, не знаешь, что делать. Ну, через какое-то время, да, я поняла, что я хочу поиграть музыку, которая сейчас мне важна, то есть, это вот как раз все сонаты Баха, сюиты Баха и пять сонат Бетховена я сейчас делаю, то есть, так вот, чтобы, ну, и поэтому, да, начинаешь более глубоко... Карантин подтолкнул вас именно к этим композиторам, или они не до этого были в вашем репертуаре? Да, 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 но было время именно покопаться, то есть, это не такой процесс, что ты вот как в детской музыкальной школе выучил, сдал зачет, да, то есть, это произведение на всю жизнь, скажем так, конечно, я их играла и в консерватории, и даже раньше, но сейчас, вот, да, с неким каким-то другим подходом хочется вот уже... То есть, нет твоего эффекта усталости от произведения, а скорее вот эти поиски каких-то новых, может быть, там, моментов... Ну, вы знаете, от каких гениальных сочинений композиторов, ну, я не знаю, я не испытывала усталости никогда, то есть, сколько бы раз я не играла эту прелюдию из соль-мажорной сюиты, ну, уже, я не знаю, в школе выучили мы ее, да, и, тем не менее, каждый раз думаешь, нет, это еще далеко до того, как должно звучать, нет, вот хочется сразу так... А есть какие-то, я не знаю, образцы, к которым хочется стремиться, то есть, ну, есть ли вот какие-то эталонные, или у каждого свое прочтение, как у пьесы, каждый режиссер ставит по-своему? Хороший вопрос зависит от музыки, от эпохи, да, то есть, скажем, музыку Баха, ну, нету эталона, я бы так сказала, потому что, ну, настолько все по-разному играют, и это связано и с историческим исполнительством, да, то есть, аутентично, это барочные, в барочном стиле. Ну, для меня, наверное, Пабло Казальс, это Бах, да, то, что вот как он это мыслил именно, да, с другими уже более поздними классицизма эпохи, да, или романтизма, да, там есть определенные, для меня, для каждого, каждый музыкант выбирает сам, да, то есть, как нас учили в консерватории, и, ну, определенную степень наслушанности и прочее, да, то есть, есть какие-то определенные записи. Ну, есть ли вы оригинал, если говорить о Бахе, вот, оригинал Баха? В каком смысле оригинал? Исполнение. Ну, мы не можем знать достоверно, как они играли, да, то есть... А что есть вообще оригинал в этом смысле? У музыкантов есть по этому поводу какая-то дискуссия? Ну, дискуссия очень, да, очень напряженная, я бы сказала, да, есть музыканты, которые утверждают, что нужно играть на исторических инструментах, естественно, очень сильно изменилось за столько лет и уровень исполнительства, и сами инструменты, да, и даже он писал для других инструментов, то есть, сейчас клавесин, скажем, ну, довольно... Нет, вот в наше время уже начинает это возрождаться, и довольно много исполнителей на клавесине и прочих, да, то есть, фортепиано в принципе не существовало, ни рояля, ни фортепиано, ни виланчели в таком вот виде с металлическими струнами, не было такого большого звука, да. Наверное, самый большой звук был, это орган, вот самый громкий какой есть, вот органисты, они, я думаю, максимально приближены вот к тому, как вот он играл, видите, сохранился. Орган, где Бах сам, ну, органы, он там в нескольких городах жил, и я думаю, что вот, наверное, органная музыка максимально приближена к тому, как звучало во времена Баха. Кстати, были в Лейпциге на могиле Баха? Нет, я не была. Вот Елена была, не была. Такое особенное место, конечно. Конечно, я думаю, да. Причем очень интересно, что люди приходят туда и оставляют послание Баху, чтобы он передал что-то Богу. Это очень так трогательно, действительно, и так пронзительно, когда там находишься. Да, я думаю, что это очень соответствует тому, что он делал, ведь тогда же очень тесная связь была именно музыки и духовно вот этого религиозного, да, светская музыка писалась отдельно совершенно. Вы соприкосновение, может быть, вы как-то ощущаете, не знаю, религиозный вы человек верующий или нет, но вот какое-то соприкосновение с чем-то вот божественным, может быть, космическим, исполняя Баха? Ну, у меня каждый раз радость, во-первых, от того, что я могу это оценить. Не все люди могут понять вот эту красоту. Во-вторых, что я могу это исполнять. Да, и третье, это каждый раз я удивляюсь, как, как, ведь он работал с какой-то гигантской скоростью, то есть у него был, он служил при церкви, ему каждую, по-моему, неделю нужно было писать что-то новое, еще что-то. Как это рождалось в его голове, да, я, я, ну, то есть вот эта способность, это какой-то гений, да, ну, совершенство, действительно, в каком-то определенном роде это, эталон, ну, для меня, по крайней мере, особенно сейчас. Раньше, кстати, так не было. Когда мы в консерватории учились, Баху очень небольшой отрезок времени в учебном году посвящался, а вот сейчас, да, я вот поняла, что это… Ну, а чем объяснить, что Бах был совершенно забыт после смерти и, в принципе, его заново открыли уже в 19-м только веке? Ну, хороший вопрос, я думаю, что это какой-то такой вопрос эстетики, да, то есть когда менялось нечто, понятие о прекрасном, да, то есть вот я уже сказала про полифонический склад музыки, вот это вот, до Баха, собственно, был вершиной этой эпохи барокко-полифонии, да, и после него уже его дети, у него было очень много детей, четверо из них стали композиторами довольно в свое время, их очень ценили, и вплоть до того, что Моцарт учился у одного из сыновей Баха и ценил его даже чуть ли не больше, чем отца, да, и вот уже дети его как-то, ну, так, сместили с этого… Пьедестала. Да, пьедестала, и они как раз, то есть в этот момент родился стиль классицизма, да, когда вот вышла, ну, скажем так, на поверхность мелодия, то есть нужно было писать красивую мелодию и аккомпанемент, и вот это дальше начало развиваться и уже достигло, естественно, в романтическом стиле самой вершины. Сложно сказать, и только уже потом, да, действительно, Мендельсон, ну, хотя вот утверждают, что композиторы знали Иоганн Себастьян Баха, и они его изучали и для себя как бы исполняли, то даже не было такого обилия концертов или записей, да, то есть они учились там, те же композиторы романтики, они именно и фуги, и прелюдии знали. Но да, для широкого слушателя это открыл Мендельсон, всем известный факт, да, то есть когда начали опять исполнять, и эта музыка опять стала актуальна. Ну, так вот развивается наш мир, да, что как-то вот что-то одно отрицается, потом, ну, точно так же в 20 веке, да, начали отрицать мажоро-минорную вот эту всю нашу систему красоты, да, и начали писать атональную музыку. Мне кажется, сейчас тоже что-то происходит, и опять что-то смещается, возникает, рождается. Ну, такой, да, философский вопрос, почему? Ну, я думаю, что... Ну, вы вот сказали, что вам открылся бах, и, наверное, не каждый может понять его красоту, в принципе, о классической музыке часто говорят, что она элитарна, хотя некоторые с этим спорят, и, кстати, вот у нас будет сегодня музыковед Ляля Кондаурова, которая, в частности, против того, что музыка классическая элитарна, она старается ее в большей степени приблизить к людям, но все же понять баха может не каждый, вы сказали, и хочется, может быть, вы могли бы объяснить, как научиться слушать, насколько это вообще, ну, такой трудоемкий процесс, как научиться слушать и понимать, вот на ваш взгляд? Ну, во-первых, надо начать слушать, потому что, если просто абстрактно об этом думать, как многие, да, вот что-то классика, это что-то такое страшное, непонятное, особенно если не было таких традиций в семье. Вот у меня, например, тоже не было традиций в семье, и я абсолютно из, ну, такой инженерской семьи, скажем так, да, и у нас не было в доме, не звучала классическая музыка, как, скажем, у каких-то более приближенных, да, к этому. Но, тем не менее, это все развивает. А как вы узнали, а вот ваше знакомство с классической музыкой тогда в этом случае? Ну, классический способ, да, мама меня привела в музыкальную школу, и дальше уже, как бы, благодаря каким-то способностям, вот, все это начало развиваться, да, и дальше уже смелость в каком-то роде позволила поехать в Москву и поступить, и вот дальше уже, конечно, был другой уровень, да, этого всего. Ну, вот, я думаю, что нужно просто не бояться идти, и я знаю ни один случай, когда люди вот вообще никогда там не увлекались, и вдруг вот приходят на концерты даже Баха, и вот у них прям откровение некое возникает, что это действительно, это трогает, трогает и сердце, и душу, и разум в том числе, потому что это довольно, ну, такой процесс тоже интеллектуальный в том числе иногда. Но мне показалось все-таки, что ваша программа, она более популярная, то есть здесь вот это как раз, ну, вот собранный самый, ну, самый популярный мелодий, ведь даже есть, господи, шутка, по-моему, 90-х, что Бах и Моцарт – это те пацаны, которые писали музыку для наших мобильных телефонов, то есть, в принципе, она отзвучала, но, то есть, это же все мелодии, они просто на слуху. Да-да-да, именно так, поэтому я приглашаю с Еленой Приваловой. Лена выбрала очень, ну, во-первых, они просто прекрасны, то есть, вот эта Чикона, Пахилибеля, она, конечно, ну, нам ничто не говорит это название, может быть, широкому кругу, но, поверьте, это очень красивая музыка, и она понятная, и она… Канон Пахилибеля своровали «Пэчо Бойз» для своей очень популярной «Гоу Вест» песни, то есть, сколько мелодий классических, которые звучат в популярных песнях, и мы даже, может быть, иногда не отдаем себе отчет, что они подворованы… Интегрированы, скажем так. Да, да, именно так есть, и бокс-техудо «Прелюдия» тоже очень понятная по форме, то есть, это не какая-то такая сверхакадемическая музыка, и поэтому… Да и сонаты, это действительно, мы назвали эту программу «Музыкальные жемчужины», да, то есть, собственно, барокко – это в переводе некая причудливая жемчужина, да, то есть, это действительно не очень большие сочинения, то есть, и они ясные по форме, они как-то… Для меня вот самое главное, что они прекрасны, то есть, это настолько прекрасная музыка, я думаю, что люди… Ну, мы уже не раз играли Баха, и для меня это тоже было всегда откровение, что слушатели настолько откликаются, реагируют, что созвучна эта музыка. Может быть, с нашим временем сейчас как-то опять вот виток, когда музыка Баха… Актуальна. Актуальна, да, актуальна, и на каком-то пике таком своем. Для того, чтобы вот понять, и, как вы сказали, чтобы это откровение пришло, нужно ли знать какой-то бэкграунд, на ваш взгляд, или вот можно просто прийти, достаточно послушать, и что-то вот тебе откроется, независимо от того, знаешь… Я думаю, да. Ну, какие-то биографические сведения, я думаю, не так важны. Конечно, если вам, вас уже это, ну, скажем так, зацепило, вас тронуло, да, вы можете дальше изучать, посмотреть вокруг, то есть, это так называемый эффект круга, да, что вот он написал вокруг этих сочинений, вот, или, может быть, уже даже разные исполнения, то есть, сравнить, как вот один органист играет, как второй органист играет. Может иногда вообще показаться, что это два разных сочинения, да, или… И это тоже определённое удовольствие, то есть, когда ты слушаешь и понимаешь, что вот, ага, я теперь услышу это, и вот, то есть, так постепенно происходит развитие вкуса, да. После этого, ага, бах, я послушал, хорошо, теперь что было дальше? Это же интересно, в развитии, да, вот музыка пошла теперь в эту сторону, и так далее. На самом деле, музыки бесконечное количество, её всю не переслушаешь, но какие-то, вот, начать, да, это, я думаю… Ну, с чего бы, вы считаете, стоит начать, вот первый раз послушать Баха, что, какое произведение? Ну, приходите, да, конечно, так отрифугу, да, но я думаю, её слышали все. Ну, для меня это «Сюиты Баха», вилончельные, да, ну, хотя бы первую «Сюиту», даже вот просто прелюдию, да, то есть, это какое-то такое обычно, все слушают и загораются, о, как это прекрасно, ну, иногда вот открываешь «Ютуб», начинаешь слушать, и меня всегда поражает, вот, просто люди пишут там, что это до слёз, это как, ну, комментарии, да, то есть, вот они, и понятно, что это не музыканты, музыканты так редко комментировать будет, да, то есть, ну, видно, что, да, людям это необходимо, они, даже, ну, даже записи, да, уже когда живое исполнение, когда, ну, слушайте, ну, Юяма играл на одном из концертов в Альберхолле, ну, там, сколько, 6 тысяч, все «Сюиты Баха», то есть, он сидел один на вот этой сцене, я не могу даже это назвать гигантской, да, то есть, вот это количество людей, как на стадионе во время, не знаю, какого-то футбола, да, и вот он играл эти 6 «Сюит» соло, и, ну, реакция была какая-то просто фантастическая публики, плюс была прямая трансляция, ну, это BBC-пром, так называемый фестиваль, который, наверное, в этом году тоже отменен, к сожалению, да, ну, это потрясающе вот. А не будет трансляции, да, из вашего концерта? Трансляции нет, да, трансляции, то есть, все будет с этим. Хотя я знаю, что некоторые концерты вот Елена Привалова делала, ну, еще из прошлых каких-то концертных циклов. Ну, завтра, по-моему, не планируется, нет, поэтому приходите. Поэтому покупайте билеты, приходите вживую. Да, билеты есть на билешу-сервис, да, или на сайте О-Консерт ЛВ. Мы, кстати, вот упустили еще интересную, неинтересный аспект, вы же еще и преподаватель Болгарийской музыкальной школы, вот как карантин отразился на преподавании, вот что, как это все происходило? Ой, знаете, это было так, то есть, мы опомнились в конце мая, что называется, то есть, мы начали этот процесс вот с какого, с 15 марта, да, и год мы закончили полностью удаленно. Это было в режиме стресса, потому что нужно было срочно за каникулы понять, как мы будем дальше работать. Ну, более-менее мы смогли организовать, и мне кажется, что было довольно эффективно и продуктивно. Это были онлайн-звонки, это записи, конечно же, это больше отнимало сил, поэтому я не в полной мере прочувствовала вот эту свободу карантина, потому что все-таки учеников у меня много, и поэтому, но... А как вот удается контролировать удаленно, потому что сразу, я вспоминаю, в каком-то фильме мама требует, чтобы, значит, сын, ну, разучивал какое-то фортепианное произведение, а он тихонечко ставит пластинку, и мама думает, что это он играет, а он тем временем занимается своими делами, а мама там сидит в соседней комнате, и думает, что это прям манипуляция. Ну, тут было такое невозможно, то есть конкретно я со своими учениками занималась по скайпу, и я их видела в процессе, вижу, что вот они играют. Ну, вопрос экзамена – да, то есть когда у нас проходили экзамены, и даже экзамены выпускные из школы, тоже все было по записи, но тут я поняла, да, что можно поставить ноты, по крайней мере, не учить наизусть, а потому что, ну, как бы, мы же не видим, да, вот, ну, кстати, дети были все честные, то есть я поняла, что они играли, потому что они ошибались периодически, ну, значит, точно, без ноты играют, вот, и, ну, так, это неполноценный, конечно же, процесс, но дети молодцы, я очень была за них рада и горда, потому что они поняли, что это, да, вот такие условия, и тут же стали намного более самостоятельными, потому что, ну, я не могу ничем поправить, да, не могу с ними одновременно играть, то есть все словами, приходилось изобретать какие-то новые способы, и, конечно же, благодарю родителей, особенно вот, когда первоклассники, с ними всех сложнее, да, то есть с этими малышами, когда они сидели рядом, то поправляли, говорят, ну, у нас очень много моментов, когда нужно там правильно поставить руки, правильно вести смычок, и вот это вот, ну, мы очень ждем сентября, что все восстановится, как было, в нормальном режиме, потому что, конечно же, ну, хорошо, это все записи, но ведь живые концерты тоже в школах, да, то есть когда, ради чего, то есть вот это вот учишь, чтобы, ну, как-то сыграть, там, хотя бы классный вечер, еще что-то, вот, поэтому было непросто, непросто, но я считаю, что в целом мы справились, и дети закончили год довольно успешно. Во сколько лет можно начинать отдавать ребенка на виолончель? Ну, так, классический семь, но, в принципе, можно начинать с шести или даже с пяти, то есть подготовительные классы есть, у меня тоже есть подготовишки, но так, как вот в школу идут, ну, может быть, даже и в восемь можно прийти, если там как-то запоздали, да, если есть интерес, то, ну, и обучение у нас восемь лет, да, то есть в школе это восемь классов, да, ну, потом, соответственно, уже дальше профессионально, это другие какие-то. Как часто, кстати, выбирают профессиональный путь, вот ваши, например, ученики? Ну, там, по статистике, сколько процентов, десять идут, но больше, я думаю, не надо, куда нам столько, да, музыкантов, ну, у меня довольно много, да, то есть я еще, когда работала в Москве, вот сейчас смотрю, когда уезжала, там, другому педагогу передала учеников, ну, многие пошли, сейчас тоже учатся в профессиональных каких-то. Ну, а вот эти девяносто процентов, вот что дает в занятия виолончели, если он не, ну, не станет профессиональным музыкантом? Ну, уже многие и психологи, и нейропсихологи говорят, что это развивает, да, во-первых, мозг, то есть вот это вся наше преодоление себя. Бывает, ну, разные, у детей разные способности, да, есть кому-то показал, он сыграл, кому-то нужно преодолеть себя и что-то научиться. Я думаю, что дисциплина, опять же, да, ну, это все такие, ну, самое главное привить любовь, вот как раз то, о чем мы спрашиваем, да, то есть это слушать музыку, уметь это понимать, вот как она складывается. Во-первых, ну, выучить этот язык музыке, да, то есть вот учат разные языки, а вот тут вот ноты, то есть вот он приходит, семилетка, и вот он не знает, что это такое, да, и потом, ну, в идеале это, конечно, потом после окончания школы иметь дома этот инструмент и иметь возможность, ну, в Европе я знаю, что очень много таких любительских оркестров, когда они собираются, ну, о качестве говорить не нужно это оценивать, да, но они испытывают дикую радость. Вот у меня был ученик, я помню, случайный в Москве, вот он профессор экономики, приехал в Москву для каких-то, ну, там, своих дел, и он играл на велончели, ну, не очень умел, но в целом, вот он рассказал, что у них есть оркестр, они играют четвертую симфонию Чайковского, и он с таким восторгом это рассказывал, что вот тут у нас непрофессиональный оркестр, и это, ну, как, да, вот это познание, да, то есть вот он может, он умеет это читать и погружаться в это, не только слушая, но и... То есть в данном случае не должен работать принцип «предоставь это профессионалам»? Ну, в какой-то степени должен, да, но почему нет? А как раньше, вот, например, не было. В любом доме обязательно было уметь, то есть кто-то играл на рояле, кто-то играл на скрипке, да, и вот они, представляете, какое было нотопечатание, то есть просто заказывали, как раньше, там, когда-то журнал, и они приходили, новые ноты, и вот они садились всем семейством, читали, например, «Квартеты Бетховена» или «Квартеты Моцарта». Я даже видела в книге, как там было объявление того времени, ищу слугу, который умеет играть на велончели, потому что у них не хватало, то есть, ну, как бы, да, то есть ты не можешь послушать эту музыку. Ну, концерты, ну, в концерте тоже, но это не так часто, а вот они, да, садились и вечером музицировали. Почему нет? Это тоже погружение, это с другой точки зрения, то есть не просто послушать, а понять, как тут интересно. Так вам кажется, насильно нужно заставлять ребенка слушать музыку, вот, прививать любовь через такое преодоление достаточно, ну, может быть, без физического, конечно, но психологическое? Ну, какая-то дисциплина должна быть, потому что без дисциплины, я вот сколько раз повторяю, то есть какие бы способности ни были, если нету приученности, а это сразу закладывается, то есть это видно, вот, если в первом классе ребенку объяснили, что вот ты должен там сколько-то в день поиграть, и тогда вот у него начинает получаться, ему нравится, и тогда процесс идет. А если дисциплины нет, у него не получается, ему не нравится, все просто. Ну, сколько нужно часов, чтобы вот что-то получилось, то есть первый какой-то… Потому что я знаю, что это любой инструмент, даже вот сколько читаешь биографии рок-музыкантов, то есть они все говорят, что это все достигается только, вот ты каждый день 8 часов играешь на гитаре, и вот в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя начинает получаться. Ну, здесь про детей или про… Ну, говори про детей, может быть, да? Ну, по-разному, нет, ну, для начала это совсем небольшое количество времени, то есть уже полчаса 40 минут для них это уже достаточно в день. Если он будет играть, то он к концу первого класса научится уже какие-то там… Извлекать звуки какие-то. Ну, как там, да, вот сейчас мой первоклассник там сыграл Сурка, Бетховена и вся семья. То есть это будет уже процесс, если есть дисциплина, и ему будет нравиться, потому что получается. Ну, а дальше уже зависит от того, какие намерения, то есть, конечно, если ты идешь профессионально уже дальше, то я помню, я вставала в 5 утра, ехала в училище, там играла до 9, до лекций, потом после лекций еще, то есть это такой процесс действительно очень трудозатратный, трудоемкий такой, который… И в консерватории, естественно, там уже тоже. Ну, просто это такой масштаб, такие темпы, то есть все развивается, и это развивается. То есть то, что я вот сейчас смотрю, я играла в училище, то есть в колледже, сейчас дети это играют в школе уже. То есть, ну, быстрее, быстрее, быстрее. И поэтому, конечно, в консерватории тоже был огромный репертуар, нужно было выучить это, то просто если ты не сидишь эти там 4-5 часов с велончелию, ты просто не успеешь, ну, не сдашь, не сдашь экзамен, не закончишь этот курс. Самое виртуозное произведение, сложное для исполнения, которое вот получается, что вот могут сыграть действительно только профессионалы. Для велончели? Да. Ну, таких много. То есть, ну, эти все концерты для велончели с оркестром, тот же Дворжик, ну, это не столько виртуозный, сколько вот именно силовой. Я помню, что когда я играла его, учила, это для меня было, наверное, самое сложное сочинение вообще концерта Дворжика, потому что просто вот выдержать его эти 40 минут, это огромный концерт, и, да, такая, я все время детям об этом говорю, что вот ты сейчас тут 3 минутки играешь, а потом вот огромное сочинение, да, надо выдержать, просто физически выдержать, и выучить, и запомнить, это же все наизусть играется тоже, такие процессы. Ну, Шостакович, Прокофьев, Прокофьев симфония концерта, это тоже такая вершина нашего исполнительского искусства. Ну, опять же, если говорить про виртуозность, а если про какой-то смысловон, тембровый и прочее, да, то есть концерт Шумана безумно сложный, который там вроде не так сложно технически, или как соната Шуберта Арпиджиона тоже вроде играть, не так сложно, но найти какую-то вот эту вот... Осмысленность? Ну, осмысленность, да, звук правильный, да, чтобы это звучало не, не могу назвать слово даже, ну, какое-то такое правильное звучание, да, как вот идеал, к идеалу очень сложно. Как его найти, этот идеал, как понять, что и на это идеал, потому что я вспоминаю слова Юрия Башмета, дирижера, он говорил, что если у тебя не получается, например, играть как Рихтер, то играй как ты сам, найди свою уникальность, ну, это, наверное, логично, но вот как вот нащупать свою эксклюзивность? Ну, эксклюзивность – это такой сложный вопрос, а в целом, ну, как, вот ты играешь, тебе хоть чуть-чуть начинает так казаться, что вот, да, вот сейчас вот тут уже... То есть твоя личная интуиция просто должна быть? Ну, интуиция, ну, интуиция складывается, это что, опыт, да, знания, то есть вот я слушаю записи, понимаю, что нет, это совсем не то, мне совсем это не нравится, да, то есть нет, нет, надо еще, надо что-то понять, где почитать, послушать другие какие-то его сочинения, где-то корень, да, посмотреть эту партитуру, потому что форма, опять же, да, то есть это огромный мир, то есть если познавать его, то это огромный мир, я имею в виду, не для слушателей, а для профессионалов, как вот это, как складывается сочинение, из чего, и как над ним работать, поэтому мы с Леной благодарны, что вот эта школа Московская консерватория, она, конечно, нам дала очень много. А если про авангардистов, тошнитки, насколько сложен в исполнении, например, его соната для виолончели и фортепиано, которую довольно трудно слушать неискушенному зрителю. Ну и концерт тоже сложно слушать, да. Ну, вообще с современной музыкой у меня такие отношения, не очень близкие, ну, все равно, конечно, я понимаю, что шнитки – это не совсем современный композитор, но все, что я играла, я не могу сказать, что это было очень сложно. Я не играла сонату шнитки, но вот Пьер Буллес, еще кто-то, то есть это, да, это эффекты, эффекты, кажется, что это сложно, но на самом деле намного сложнее сыграть Шуберта, намного сложнее сыграть Чиковского или там того же Баха, да, то есть это какая-то такая филигранная работа. А тут, ну, тут вот чисто эмоции, ну, для меня, вот, да, то есть вот тут все испугались. Это какой-то шок, да? Да, да, то есть какой-то эффект шока. И этого легче достичь, чем когда ты вот, ну, несешь вот это прекрасное, когда вот действительно, чтобы человек вот понял, вот она, как смотреть, не знаю, на картину Рафаэля, да, и понимаешь, ну, это просто совершенство. Наверное, те, кто придут, вот, может быть, первый раз на концерт классической музыки, для них всегда сложный вопрос, почему, вот, вроде, кажется, тишина, никто не аплодирует. То есть вот когда аплодирует, когда не аплодирует. То есть вот вроде бы закончили они играть, а все сидят и не аплодируют. Что, почему? Не понравилось произведение? Ну, возможно, это просто пауза в произведении, не все знают, но закончилось. Ну, именно так, да. Ну, вот завтра у нас будет как раз две сонаты, и каждая соната состоит, ну, точнее, одна соната будет состоять из трех частей, ну, так задумал, бах, да, а вторая соната будет состоять из четырех частей. Ну, самая простая аналогия, это вы когда читаете, не знаю, роман, да, то есть главы или какие-то, да, то есть вот так разделил композитор. Он не стал это делать одним общим полотном, там, раз, точка, два, точка, три и четыре, да, например. Ну, и принято, ну, вот, как бы аплодировать в конце, вот, закончилось. Не после каждой части. Да, да, не после каждой части, а в конце произведения. То есть это все одно общее большое, то есть это вся мысль баха именно в четырех частях. И обычно в программках так и пишут, да, то есть бах, соната и дальше четыре части. И тогда понятно, что вот она точка, и тут можно уже выразить свои какие-то эмоции. Ну, и я хочу просто добавить, что если кто-то начинает аплодировать, он часто, ну, может сбить просто музыкантов с темпа, потому что, ну, это же все. Ну, тоже по-разному, да, да, но обычно как-то привычно, да, традиция есть какая-то, да. А вот, например, концерт Чайковского скрипичный, как ты, по-моему, репинг говорил. Мне говорит просто даже становится жутко, когда после первой части, а она так заканчивается, что если мне не аплодируют, мне неудобно. Вот, потому что, ну, действительно, как будто вот закончилось, как опера, ария в опере, да, ведь часто тоже, это же не конец, да, но... Ну, иногда очень впечатляет аудиторию, хочется поаплодировать, даже в середине, может быть, где-то, да. Да, 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 поэтому, ну, в целом есть такая традиция, но я не думаю, что это какой-то такой прям уже... Угу, запрет-запрет. Запрет-запрет, да. Ну, конечно, лучше дослушать и понять, может быть, самому, да, то есть, как это, ага, а вот тут вот один образ, теперь другой, другая эмоция, и вот чем все закончилось. Ну, в джазовой музыке вообще аплодируют, в середине прямо еще играют, а они... Ну, джаз – это, да, импровизация. Ну, кстати, вот в эпоху барокко все музыканты умели импровизировать и дальше, да, то есть, это... Очень часто ноты выглядят довольно схематично, а тут вот дальше ты должен что-то придумать. Да, вот поэтому... Да, ну и, наверное, нам нужно уже заканчивать и просто еще раз... Да. Самая главная информация... Да, хотелось бы проанонсировать, значит, мероприятие. Будем очень вас ждать. Завтра, 27 июня, в Англиканской церкви, Рижской Англиканской церкви, это в Старом городе, вход со стороны набережной. Начало в 19.00, буду играть я и известная органистка Елена Привалова. Будет программа «Музыкальные жемчужины», состоящая из музыки эпохи барокко. Пожалуйста, приходите, и я уверена, что вы... Эта музыка тронет ваши сердца. Билеты на билишу сервис или на сайте о-концерт. Ну, также, наверное, будет что-то и перед входом, можно будет приобрести. Спасибо большое, Ирина Валикжанина. Сегодня была в нашей студии.